Сегодня у нас в книжных историях ещё одна зимняя книга, которая исполнилась в этом году 155 лет. Эта книга американской писательницы Мэри Мэйп Додж «Серебряные коньки». Её читали ещё наши прабабушки и прадедушки. Книга стала одной из самых любимых у детей всего мира. Трогательная история так покорила читателей, что только при жизни автора пережила сто переизданий. Она и по сей день остаётся популярной. Как и многие писатели, начинала Мэри Додж совсем не с книг. Она была домохозяйкой и воспитывала двух сыновей – Джеймса и Харрингтона. Додж придумывала для них всякие интересные истории, героями которых был маленький голландинц Ханс и его сестра Гретель. Мэри Додж была увлечена Голландией и знала о ней много удивительного. Когда же умер муж, и ей самой пришлось зарабатывать на жизнь, чтобы прокормить детей, она решила опубликовать эти истории. Так приключения Ханса Бринкера превратились в детскую книгу, которая в оригинале так и называлась – «Ханс Бринкер или Серебряные коньки». Она сразу попала в бестселлеры 1865 года. Эта книга – настоящая возможность унестись в старую, добрую, предпраздничную Голландию. С ней вы насладитесь красотой улочек и каналов, покатаетесь на коньках саравы мальчишек, поучаствуйте в соревнованиях, посочувствуете судьбе главных героев и порадуетесь с ними там, где чудо всё-таки случается. Серебряные коньки, за которые борются на состязаниях Грет или Ханс, стали своеобразным символом Голландии, ведь бег на коньках является национальным видом спорта, а зимой, когда замерзают каналы, на коньках можно обижать почти всю страну. Может быть, поэтому история книги так хорошо легла на сюжет нового одноимённого кинофильма, снятого недавно в России. Замёрзшие каналы Старого Санкт-Петербурга так напоминают голландские. В Голландии XIX века ледовые трассы вовсю используются детворой и взрослыми для передвижения на коньках, а сани и буеры под парусами превращаются в ледовую трассу, в самую настоящую дорожную сеть. Если вы будете в Питере зимой, может быть, заметите, что застывшие питерские каналы становятся ещё одной транспортной артерией, по которой люди прогуливаются пешком, почти как в Старой Голландии. Как и положено новогодним книгам, у этой замечательный финал, а после прочтения остаётся радостное и светлое чувство. Книга стоит того, чтобы её прочли зимними, зимейными вечерами. В библиотеке культурного центра «Автоград» есть разные издания этой чудесной книги. Есть книга на английском. А если вы читаете переводную литературу, непременно отыщите не сокращённый вариант, а добротный классический перевод. Вот тогда вы сможете оценить всю красоту этой знаменитой книги.